В каких кафе и магазинах реализуется готовая продукция? Это один из главных вопросов, который волновал оперативников. Это здание, которое снаружи больше похоже на гараж, располагается на частной территории в советском районе. На первом этаже спальни, кухня, санузлы. Но стоит спуститься в подвал и попадаешь в цех по выпечке хлебобулочных изделий. Судя по этикетке, это самса из будущего. Рейд проходил ранним утром 20-го, дата выпечки 21-е. В цеху трудились 8 человек. Как выяснили полицейские сотрудники миграционной службы, четверо из них жили не по месту регистрации, за что будут оштрафованы. Еще четверо вообще находились в Татарстане нелегально. У него патент сейчас есть? Патента нет. У вас медкнижка, справка есть, чтобы ничего не болеть? Граждане Узбекистана проработали в этом цеху от 2 до 8 месяцев. Паспортов при них сотрудники миграционной службы не обнаружили. По словам пекарей, их документы забрал хозяин цеха. Кстати, за своими работниками он постоянно приглядывал в режиме онлайн. Владелец данного цеха будет привлечен к административной ответственности. За данное нарушение, привлечение на работу иностранных граждан без разрешительных документов, попадает под административное законодательство Российской Федерации и карается штрафом на юридическое лицо от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина. Пекари трудились по 12 часов, когда в цех нагрянули полицейские и у ФМС к отправке был уже сформирован очередной заказ. Лаваш, самсу и бутерброды развозили по торговым точкам. Сегодня четверых нелегалов доставили в суд, который решит вопрос о их выдворении страны.